Салют, Сименс на связи. Сегодня предлагаю вам обойтись без негатива, по крайней мере сильного. Поверьте, мне было очень тяжело выбрать артистов для этого выпуска, ведь такое сейчас большая редкость. Так что если не затруднит, отблагодари меня за старания, лайкосиком и подпиской. А если хочешь капитально помочь в продвижении канала, то можешь написать комментик и оформить колокольчик. В конце я, как обычно, отблагодарю вас анекдотом. Не буду больше томить. Поехали. Итак, раз уж сегодня мы облизываем тех, кто достоин респекта, то сходу хотелось бы отметить Маркула. Кстати, псевдоним это его настоящая фамилия. Несмотря на то, что он был кентом Оксимирона, это не сыграло решающую роль на пути к популярности Марка. Он шел к успеху 10 лет и не скрывает, что Окси всегда был для него примером. При этом он намного проще. Если Окси в каждой жопе за тычкой делает треки на любой повод, который сейчас точно отзовется в обществе и, соответственно, массах, пытается вывести на эмоции, то Марк терпеливо шел и идет своей дорогой. Делает музыку, а не клоунаду. За ним даже не было ни одного скандала и прочего дерьма. А еще он строго придерживается своих принципов. Думаю, что именно они помогли Маркулу остаться собой. А в рэп-культуре он не любит клоунаду, батл-рэп и блогерскую движуху. Своей музыке принципиально не готов касаться двух вещей – политики и норовоучений. Это и отличает его от Мирона. Его первые строчки на бит были реально пророческими. «Я нормальный пацан». По словам Маркула, именно с этой строчки начинается его самый первый трек, записанный в школьные годы. Ну, именно так ведь и есть. Я считаю, он самый ровный пацан на руссцене. Да он даже не пропагандирует ничего запрещенного. Максимум немножко может прорекламировать алкоголизм. «В общем, для меня Мирона рядом с ним не стоял. Давайте обсудим следующего артиста». Осторожно, это очень достойный парень. Гонфлат – уникальнейший случай. Он двинулся исключительно на веселом мамбл-рэпе. За ним стоит только огромный позитив и вера в людей. Никакой депрессии, никаких грязных движений и пиар-ходов. Ему к тому же не особо важны деньги. Даже одежду он покупает в секонд-хендах и доводит вещи до ума вручную. Украшает нашивками или раскрашивает. Кастомизирует. Считает, что панчи – главное в рэпе. Цитата. Если нет панчей, то эту музыку неинтересно слушать. Забавно, что институт Саня окончил на проектировщика дорог. И закончил он его при том, что одновременно занимался музыкой из 9 класса. Уже пахнет адекватностью и воспитанностью, да? Мне кажется, это то, чем можно гордиться. Ведь намного чаще можно услышать, что рэперы кидают уник якобы ради творчества. Только на деле они раз в год выпускают альбом, а остальное время шабят и дрочат по углам. Кстати, как я мог упустить то, что Флада придумал собственный язык? Он называется Флексикон. Если не знал или подзабыл, я проведу по нему небольшой урок. Чуиц. Лайфстайл без комплексов. Швепс. Это что-то свежее, новое, будто только что открытая бутылка газированной воды. Синонима этого слова – свежий, новый, на энтузиазме. А сейчас надо немного подсобраться. Будет сложное слово. Чизарп. Чизарпить нужно тогда, когда речь идет о жесткой тусовке, крышесносной вечеринке или каком-нибудь трэше. Фагли. Это обзывательство, которое часто используют в английском языке. Адаптированная версия Фагли в русском языке – это пипец страшный. Думаю, с вас пока что хватит. Флада действительно уникальный случай, когда чел поднялся на исключительном позитиве, и про него крайне сложно даже сочинить что-то плохое. Прекрасный артист и человек. Погнали дальше. Будет немного спорный персонаж. И это Федук. Почему он спорный? Ну, с одной стороны, он ничего плохого на своем пути не сделал. Сильно изменился в лучшую сторону за время своей карьеры. Дарит людям свой голос и не участвует в дерьмовых инфоповодах. Подарил нам розовое вино и отжи Буду. Да что уж говорить, по факту, благодаря Федуку появился Мелон Мьюзик. Но в этом-то и проблема. Посмотрите, что стало с хип-хопом. Неосознанно Федучок скинул нам лютую подляну, забустив типов, которые превратили музыку тупо в демки за 5 минут. Мы, конечно, к этому уже привыкли, но хотелось бы задать вам вопрос. Как вы считаете, если Федук в свое время не повлиял на ситуацию, и Буду со всем Мелоном сейчас бы не было? Их место бы кто-то занял? Или у нас в топах на данный момент было бы много осознанной и разнообразной музыки вместо этого? Сложно рассуждать про Федука. Ведь если он не сделал что-то сомнительное, то это именно сомнительное, а не дерьмовое. Около футбола ведь для кого-то целая эпоха. Да и мемы с петушками были смешные. Розовое вино многим до сих пор нравится, хоть меня и тошнит от одного упоминания этой песни. Мелонов мы все слушаем, и их особо уже никто не хейтит за слишком простую музыку. А в остальном-то Федя чист, и его голос шикарен. Короче, он точно заслужил быть в ряду с теми, кого я считаю максимально ровными ребятами в индустрии. Извиняюсь, пока я делал выпуск, то вычитал в интернетах, что Федук до музыкальной карьеры работал в колл-центре банка, был коллектором. Так что исключаем его из этого выпуска. Забудьте, давайте другого. Давай-ка забудем об этом. Скриптонит. Тут вообще базара ноль. И как-то даже обсуждать глупо. Но не упомянуть я просто не мог, это невозможно. Он двинулся на 100% ровно, и за ним не припомнить ни одного зашквара. В отличие от легендарного Басты, a.k.a. Нагана, a.k.a. Нинтендо, который хоть и лютый талант, но угрожал всем подряд и долбил Геру. Кстати, знаете вот эту песню группы Дэма? Я иду по лужам, мне никто не нужен, я иду по лужам... Слышали вы или нет, есть забавный факт. У Басты не было бабок на вещества. И он написал этот трек за 100 баксов на отвали. В итоге песня стала популярна. Короче, не все, кто достоин уважения, обошлись без грязи. То же самое можно сказать про Кизару. Я отошел от темы, давайте все-таки еще отметим Мияги и Панду. Я думаю, они тоже очень достойные ребята, про которых невозможно сказать плохо. Но, опять же, про них все слишком прозрачно, чтобы сейчас рассуждать. Также лично для меня Биг Баби Тейп – идеальный кандидат на попадание в выпуск. Из простой семьи начинал с битов. Несмотря на музло в негодяйском стиле, сам он не негодяй, а вполне воспитанный парень. Вывес не на инфоповодах и бабках, а на маминых очках, и отличном сочетании английского и русского в своих текстах. Если порыться, то у него можно найти треки, которые он сбайтил с запада. Но мне кажется, уже на это всем как-то пох. Стоит ли вообще брать этого внимания, ведь такие вещи уже давно стали нормой. От себя добавлю, что его фристайл четырехлетней давности мне до сих пор иногда хочется пересмотреть. Единственное, что меня не устраивает в Егоре – это отсутствие от него нормальных клипов. Будем верить, что в один момент он дропнет настолько дикую видеоработу, что она затмит годы ожиданий. Теперь хочу пробежаться по одному из своих любимых исполнителей. Янис. Все грязные и громкие вещи вокруг него связаны исключительно с тем, что он делал и делает музыку в жанре трэп. Реальности это никак не касается. Он очень воспитанный и умный парень, без всяких понтов. Янис не путает музыку и жизнь, не строит из себя царя и уважительно общается с людьми. Свою славу он получил исключительно благодаря упорному труду. И я уверен, что этот артист будет на плаву еще очень много лет. Ведь он никуда не дергается и просто гнет свою линию. Именно такая схема работает дольше всего, а не вот эти все фрешмены, которые взлетают и гаснут в рамках одного года. В общем, если сказать одним словом, легенда – реально редкий человек. Посмотрите на того же Янг Трэпу. Надо ли комментировать, кто из них двоих вызывает больше уважения? Очевидно. Я бы хотел подвести умозаключение. Артисты, которые обрели свою популярность плавно и заслуженно, почти всегда держатся на плаву намного дольше тех, кто пытался залезть в любой вагон, лишь бы о нем услышали. А на морале бэкграунд таким ребятам до одного места. Считаю, что такая схема крайне справедлива. Стать популярным можно легко, а стать легендой – это нужно заслужить. Я рассказал все, что хотел. И для тех, кто досмотрел выпуск до конца, у меня всегда приготовлен анекдотик. Приходит скинхед в хлебный магазин и говорит – дайте мне белый хлеб. Закончился. Ну тогда порежьте черного. На этом у меня все. Пишите в комменты идеи для следующего выпуска. Всех обнял, приподнял, покрутил, поставил на место. Субтитры создавал DimaTorzok